А сейчас предлагаю повторить все наши рассуждения вот в таких заданиях. Например, как я рассуждаю, если мне нужно найти сумму чисел 6 и 7? Во-первых, к числу 6 прибавить число 7 можно несколькими способами. Первый способ. Число 7 я раскладываю, я их называю, на удобные компоненты, на удобные слагаемые. То есть удобным слагаемым есть для числа 6 число 4, потому что 6 прибавить 4 будет круглое число 10. То есть число 7 я раскладываю на состав числа 4 и числа 3. А сейчас устно. 6 прибавить 4 это 10 и прибавить число 3 я получила ответ число 13. Второй способ. К числу 7 могу прибавлять число 6. То есть число 6 могу раскладывать на удобные слагаемые. Число 6 раскладываю на 2 слагаемых. 3 прибавить 3. И прибавить число 7. Тогда 3 единицы плюс 7 единиц это 10. 10 прибавить 3 равно 13. Точно так же рассуждаем, если нам нужно прибавить к числу 17, например, число 15. Начинаем с десятков. 1 десяток прибавить 2 десятка. 2 десятка, то есть число 20. Ну а сейчас я устно прибавляю единицы 7 и 5. 7 дополняю до 10. Беру слагаемое из числа 5. Таким слагаемым есть число 3. Значит, тогда число 3 раскладываю на сумму двух чисел 3 и 2. 7 прибавить 3 это 10. 10 прибавить 2 это 12. Но 20 единиц у нас уже есть. Да мы прибавим еще 12. Получаем 20 прибавить 12. Рассуждаем. 20 прибавить 10 это 30. 30 прибавить 2 это 32. Рассмотрим еще один пример. К числу 89 прибавим число 8. Рассуждаем. Число 89 двузначное, число 8 однозначное. Тогда 89 это 8 десятков, то есть 80 прибавить 9 единиц и прибавить еще 8 единиц получим. Единицы. Единицы 9 плюс 8. К 9 из восьмерки забираю одну единицу будет 10. От числа 8 забрали одну единицу, осталось число 7. То есть 9 прибавить 8 равно 17. Таким образом, к числу 80, то есть к количеству десятков числа 89, я прибавляю число единиц 17. 80 прибавить 10, 90 прибавить 10, 90 прибавить 7, 97. Вот мы рассмотрели все возможные случаи сложения чисел однозначных, двузначных и двузначного и однозначного в пределах 100 с переходом через десяток.